Автомобиль переехал руку подростку и скрылся с места происшествия. Это версия мальчишек, которые пытались запутать следствие. Как выяснили милиционеры, причина ЧП – игры с опасным предметом. Все подробности в сюжете прислужбы городской милиции. Кровь, бинты и милицейские автомобили. Автопатрулю магазина, откуда вызвали скорую оперативно-следственная группа. Двое подростков утверждали, белый микроавтобус переехал руку их приятелю и скрылся. Говорили сбивчиво, в деталях путались. Буз, маршрутка, не сильно мне это нравится. Он что, упал под буз? Да, он споткнулся и упал. И что, вывалился под буз прямо? Или как это было? Да, я не прям видел, как это было. Вот тот мой друг больше видел, чем я. Несколько часов правоохранители прочесывали ближайшие улицы, изучали каждый кадр записей безопасного города. Безрезультатно. Было очевидно, подростки ее лили и чего-то не договаривали. А где случилось это? Ну, здесь. А где именно место? Ну, примерно. Вопрос такой, у него кровь шла? Нет. А потом уже, да, начала. Где пошла кровь? Там где-то. Выяснилось, ДТП с уехавшим автомобилем нет и никогда не было. Куда изначально шли? В ту сторону. Да, она в ту сторону. Да чего туда шли? Мы просто гуляли. Просто гуляли? Да. У нас не было конкретной цели, куда идти. Цели не было, а вот жажда приключений охватила. Ваня, Игорь и Жора им 16, 15 и 13 лет в тот день прогуляли школу. Истинные обстоятельства произошедшего милиционеры установили быстро. Лишь после этого Иван, он самый старший из подростков, стал рассказывать правду. Оказалось, ребята зашли в заброшку. Игорь, ну что, расскажешь теперь правду? Ну, пошли мы, отвели подругу. Пришли сюда отдохнуть и еще от солнца спрятаться. В нежилой дом мальчики проникли через разбитое окно. Стали копаться в старых вещах. Когда я залазил, я услышал, как Жора говорит, о, здесь сундук. Ну, мы из-за детского любопытства решили туда заклинуть. Заглянули. Открыли сундук. Там были игрушки, свертки. И там были сверточки. И там был этот зал. И все. И я сел на скамейку, смотрел на этот зал. Я думал, они работают. Короче, мне было интересно. Металлический предмет подростки нашли в сундуке среди хлама. Что это и как называется, толком не знали. Самый младший из ребят находку решил проверить в действии. Это был запал от гранаты. Ну, мы разговариваем, разговариваем. Его что-то переклинило, и он решил ее оторвать чеку. О чем он подумал, я не знаю. Он взял, оторвал чеку и кинул. Первый был предупредительный хлопок. После первого хлопка Жора все из-за того же любопытства подошел и взял запал в руки. Тут-то устройство и сработало. Я вырвал кольцо это, бросил ее. Там первое сработало, на вторую я потянулся за ней. Я думал, это все. Взял ее в руку, она еще раз бахнула. Я вылез через окно. Сначала немножко поорал. Первым делом помочь другу. Телефонов с собой нет. До ближайшего магазина бежали. На ходу парни придумали историю с аварией. Пока мы с мы шли, он говорит, вызывайте скорую. Мы ему говорим, у нас нет сейчас телефона с собой, как мы тебя вызовем скорую. Он говорит, у прохожих приседем. И мы ему в ответ, что мы скажем, ну, скорая, как это произошло. Он говорит, скажем, что мне машина руку переехала. Чтобы не было проблем с милицией. Я попросил, чтобы все так сказали. А что именно? Чтобы сказали то, что у меня руку переехала машина. Сейчас в истории с запалом разбираются правоохранители. Мальчишкам грозит учет в инспекции по делам несовершеннолетних. Пострадавший паренек в больнице пробудет еще долго. Разорвавшийся запал на руке оставил серьезные травмы. Первый, второй палец и разорваны. Кости галина. Сухожилия целые. Третий палец – перелом концевой фаланги. Сделали. Где-то часа полтора. Все собрание. Страха и паники в глазах у Георгия нет. Он стойко переносит лечение и, кажется, до конца не понимает, что с ним произошло. Сейчас вновь мечтает о прогулках. После выздоровления намерен заняться спортом. Правоохранители напоминают взрослым. В период летних каникул детям надо уделять особое внимание. Чаще напоминать – неизвестные предметы могут таить опасность. Их нельзя брать в руки. Если что-то и привлекло внимание, следует незамедлительно сообщить в милицию.